На каждой странице книжки есть данные о гражданине. Если быть точнее, то на одной содержится информация о рождении, на другой о семейном положении, браке или разводе. Все это сканируется в этой комнате и заносится в компьютерную базу данных. Это с 2014 года по сегодняшний день мы уже перешли на электронный формат. А то, что у нас хранится в архивах до 2014 года, часть, порядка миллиона, либо каждый день, конечно, это накапливается, цифра, мы уже оцифровали. Еще 8 миллионов бумажных документов должны быть внесены в систему. Каждый сотрудник оцифровывает до 1800 страниц в день. Даже после включения этих документов в электронную базу данных, они будут храниться в бумажном виде в архивах Департамента регистрации населения и актов гражданского состояния до 100 лет. Вступлением нового закона об актах гражданского состояния от 7 ноября 2020 года смогли реализовать процедуру получения электронной справки о брачной правоспособности. Это форма номер 11. Раньше необходимо отметить, что каждому гражданину, который хотел получить справку о том, что он состоит в браке, либо разведен, либо отсутствует у него запись о браке, он обращался централизованно в отделе по работе с архивом по адресу Вульвар-Иркендик 27, это вот по северу. Также такие отделы существовали и в Аши, и в Джалабаде. Вот с момента вступления этого закона мы проработали и успешно реализовали процедуру выдачи этой справок во всех территориальных отделах. В рамках цифровизации госуслуг гражданам будут доступны около 20 видов услуг в центрах обслуживания населения. К системе межведомственного электронного взаимодействия Тундук подключены 144 услуги. Туда же подключены коммерческие банки, бизнес-сектор. Всего подключены 136 государственных и частных информационных систем, а общий объем транзакций превысил 500 миллионов. На сегодня в электронном портале имеется доступ к 128 различным услугам для наших граждан. Также работает мобильное приложение. Кроме этого, на пилотной основе реализованы другие проекты. По данным Министерства цифрового развития, в ближайшее время будут запущены и новые сервисы. Параллельно с этим ведется работа по повышению качества работы центров обслуживания населения.